Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Академия» проект «Точка зрения» и её ведущая Яна Городинская-Химий. Сегодня у нас в гостях человек, который никогда не оставит вас в беде. Валентина Говорко, семейный врач, невролог, психотерапевт. И сегодня мы представляем новейшие технологии в медицине. И тема у нас сегодня очень серьёзная – сахарный диабет. Приговор ли это? Вот Валентина Николаевна, как уже повторюсь, всегда берёт самые сложные случаи для изучения и лечения. И, конечно же, самые тяжёлые заболевания, не боясь преодолевать их. И вот сегодня хотелось бы поговорить об одном из них – о сахарном диабете. Это один из самых драматичных моментов в современной медицине. Количество больных с сахарным диабетом растёт в геометрической прогрессии. Это так страшно на самом деле, потому что болезнь занимает третье место по смертности. И вот хочется спросить, какие люди подвержены этому страшному заболеванию? Сахарный диабет действительно является самой драматичной страницей в современной медицине, поскольку эта болезнь характеризуется высокой распространённостью, очень ранней инвалидностью и высоким уровнем смертности. Так, как Вы уже сказали. Это по высказыванию Ивана Дедова, директора эндокринологического научного центра. Хочется сказать, что заболевание протекает с нарушением всех видов обмена веществ. Это и жировой, углеводный, белковый, минеральный, поражение всех сосудов и нервных стволов, нарушаются все виды обмена веществ, как я уже сказала, развиваются болезни внутренних органов, костно-суставной системы глаз, кожа поражается, снижается очень резко иммунитет и нетипично протекают все хронические заболевания. И если говорить ещё немножечко о эпидемиологии, то хочется сказать, что каждые 10 секунд умирает больной с сахарным диабетом в мире. Более 600 тысяч больных теряют зрение за год. Более 500 тысяч пациентов перестают работать почки больных с сахарным диабетом. И количество ампутаций, более 1 миллиона больных ампутаций в связи с поражением сосудов нижних конечностей. То есть как остановить этот процесс и вообще что с этим делать? Вообще такие прогнозы, что к 2017-2018 году каждый третий у нас на Украине будет страдать с сахарным диабетом. И даже тот, кто думает, что эта чаша меня не коснётся, то безусловно это не совсем правильно. Не совсем правильно так думать, потому что есть сахарный диабет первого типа, это сахарный диабет молодых людей и сахарный диабет второго типа, который чаще всего страдают люди после 30 лет, после 30, 40, 50 и так далее лет. И я бы хотела сказать, что факторами риска являются ожирение, пожилой возраст, вредные привычки, гипертоническая болезнь, хроническое переедание, малоподвижный образ жизни. И каждый должен задуматься, как он сейчас, как он ведёт, какой образ жизни он ведёт. Действительно ли он, так сказать, не злоупотребляет он пищей, это прежде всего, особенно жирными продуктами, сладкими продуктами и так далее. А сахарный диабет, иногда человек живёт, и ему что-то нетипично протекает. Вот лечим, 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 лечим. И какой-то симптом, который долго не уходит. А вот какие симптомы должны у человека появиться, чтобы он узнал у себя эту страшную болезнь? Вы знаете, вот если действительно вас что-то не устраивает, нужно сходить лишний раз, дать глюкозу крови в поликлинике по месту жительства. И, как говорится, спать спокойно. Но если у вас есть медленно заживающие язвы и порезы, зуд кожи, особенно вагинальной, паховой области, частые грибковые инфекции, увеличение массы тела или, наоборот, вы резко похудели, появление тёмных пятен на коже, кератомы и так далее, а не менее покалывание в руках и ногах, парастезии, так называемые, ухудшение зрения, импотенция для мужчин. Всё это необъяснимые эти моменты, которые не должны присутствовать в нашей жизни. Вы уже должны заподозрить сахарный диабет и бежать в поликлинику по месту жительства, по крайней мере, хотя бы сдать анализ крови. Что ещё хочется сказать? Если говорить о том, как развивается сахарный диабет, буквально два слова, потому что очень много хочется сказать вообще о сахарном диабете. Сахарный диабет лечится, и это не приговор. И мы постоянно в протяжении всей передачи будем доказывать это. И сахарный диабет лечится препаратами линейки ДНР, ну просто на ура, хочется сказать. И о том, как он лечится, мы чуть-чуть позже поговорим. Клуб ДНР гордится результатами по сахарному диабету. Очень многие люди уходят от ежедневного приёма сахароснижающих препаратов. Ну да, при нарушении, резком нарушении диеты, если вы пошли в гости и наелись там чего-то очень многое всего, то придётся выпить какую-то таблеточку, в общем-то, может быть. А то и не факт, что придётся. То есть стойкое восстановление уровня глюкозы крови, так сказать, и на протяжении длительного времени, возможно. Снижение инсулина, который мы колем обязательно при приёме пищи, при каждом приёме пищи. И устранение всех страшных осложнений, вот в чём самая главная наша задача. И стабилизация сахара крови, и устранение всех страшных осложнений, о которых тоже мы будем говорить. Боже, сложно поверить, что такое страшное заболевание действительно лечится. И вот есть доказательства, вот в этой книге я прямо сейчас могу прочитать последний отзыв. Человек вылечился от сахарного диабета. Вот имя-фамилия пропущу, начала лечение и очень довольна. Сахар стал снижаться на глазах, медленно, но уверенно. Давление полностью нормализовалось, пульс пришёл в норму. Постепенно нормализовался вес, жить стало легче. Валентина Николаевна действует очень положительно. Всё будет хорошо, рядом с ней я в это верю. Вот такие слова. Спасибо огромное. Это одна из клиентов наших. У нас две уже такие книги, можно прийти, почитать. Люди оставляют анализы, люди оставляют адреса, телефоны, до лечения, после лечения. Кстати, о телефоне. Нам же ещё можно позвонить сегодня. У нас есть телефонный звоночек. Давайте поздороваемся и задавайте нам вопросы. Здравствуйте. 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 Я пациентка Валентина Николаевна. Очень приятно. Я хочу сказать, что очень благодарна ей, что вообще попала к ней на лечение. Пришла я к ней в очень плачевном состоянии. Сахар, ну, просто зашкаливал. Самочувствие ужасное, если не сказать хуже. Буквально за месяц сахар пришёл в норму. А вместе с сахаром смеялся вес. Резко услышалось само самочувствие. Появилась бодрость, лёгкость, хорошее настроение. Ушли боли из суставов. Я поверила Валентине Николаевне, что она вылечит меня. И что, ну, что будут такие результаты, я сама даже не ожидала. Замечательно, что в нашем городе есть такой врач. Спасибо ей и её чудесному коллективу. Приветливому, доброжелательному. И, пользуясь случаем, хочу поздравить их и её коллектив с наступающим 8 марта. Успехов им и благодарность за их нелёгкий труд. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо за поздравление. Мы вас тоже поздравляем всех, милых дам, с наступающим праздником 8 марта. Я хочу сказать, что у нас есть небольшой сюрприз. У нас есть гель для лица, маска-гель для лица с гиалуроновой кислотой. О ней мы тоже в конце передачи поговорим. Итак, сахарный диабет. Зачем нам глюкоза? И вообще, какую роль она играет в нашем организме? Мы чего-то поели. И, знаете, я всегда люблю образно. Это всё равно, что вот мужчины хорошо понимают, когда показатели в автомобиле, в датчике показывают, что количества бензина совсем мало, надо заехать на заправку и заправиться. Так и у нас. Если есть симптомы голода, то мы ищем, чтобы нам побыстрее положить в рот. И если мы положили достаточное количество глюкозы, не избыточное, а достаточное количество, то мы чувствуем себя хорошо. А если мы положили избыточное количество глюкозы, то это рано или поздно может привести к сахарному диабету. И зачем нам глюкоза вообще? Глюкоза — это основной источник энергии. И она нужна кому? Клеточкам. Она абсолютно всем клеткам нужна. Энергия — это жизнь. И если глюкоза попала в клеточку, то клетка энергичная, она может выполнить ту работу, ту задачу, которая у нас стоит перед ней. Но что же препятствует попаданию глюкозы в клетку? И если опять-таки образно это представить, то наша клеточка — это домик. И в клеточку должна попасть глюкозка, войти через дверь. В двери есть замочек, и замочком является инсулин, это белочек. А ключик — это та самая глюкоза. Она должна подойти, открыть замочек и войти в клеточку. И если вдруг ключик к замочку не подходит, то не пройдёт глюкоза в клетку. То есть что происходит? Рецептор инсулина на мембране клетки не подходит к рецептору мембраны глюкозы. И глюкозка имеет свой рецептор на оболочке клетки, и инсулин имеет свой индикатор, свой рецептор. И вот они должны совпасть. Они как ключик, замочек должны совпасть. Не совпали. Почему такие поломки происходят? Что произошло? От чего? И, безусловно, хочется сказать, что инсулин — это белок. Он призван стимулировать переработку глюкозы клетками. Белок синтезирован. Его очень много в крови. И глюкозы очень много в крови. Мы покушали, мы заправились этим самым горючим. Но надо провести как-то в клетку. И инсулин должен взять за руку и провести в клетку. Но это не происходит. То есть инсулин не соответствует глюкозе. И что нужно сделать? Исправить эту поломку. Ведь и инсулин, белок, и рецептор клетки, который присоединяется к глюкозе, тоже белок. Нарушается синтез белка, рецептора. А вот что происходит внутри организма? Механизм поломки происходит. Нарушается синтез этих рецепторов и глюкозы, и инсулина на мембране клетки. Нам нужно починить. Что для этого нужно? Нужно дать нуклеиновую кислоту. И препараты линейки Дейнай, они эту поломку чинят, решают. Нарушенный синтез белка, как инсулина, так и рецептора глюкозы, восстанавливается. И замочек тут же подходит, ключик к замочку, и глюкоза может попасть в клеточку. Поэтому очень важно понимать, что достаточное количество нуклеиновой кислоты решает эту задачу. И базовый препарат Дейнай, и особенно Медиверин, Веномакс, и другие Дейнай кармы и так далее, способны восстановить синтез белка, нам нужного белка. А вот Веномакс появился совсем недавно. И вот как вы можете охарактеризовать его? Да, и Аксиома, у нас есть и Веномакс, и Веномакс Аксиома. Это два препарата разные, но идут в дополнение. Они не только снижают уровень глюкозы, они ещё очищают межклеточное пространство. Они делают невероятную работу. Ну вот представьте себе клетка, она внутри клетки не попадает кислород и питательные вещества. Почему не попали? Потому что сосудик, который кровоснабжает эту клеточку, в нём регулярно откладывалась глюкоза. В крови много глюкозы, и она откладывается на стенки сосуда. Сосуд становится ломким, хрупким, жёстким, он не эластичен, и он быстро ломается. И он ломается, и не дошёл кислород, не дошли питательные вещества клетки. Гуманитарная катастрофа внутри клетки. Не дошла вода, не дошли питательные вещества и кислород. Хотя очень много глюкозы, очень много в крови. Всего питательного до клетки не доходит. Жажда. Почему? Потому что очень высокое осматическое давление крови, очень много глюкозы. И кровь притягивает воду. Хочется пить, вода не доходит до клетки. И буквально организм, знаете, таким образом, он как бы вымывает эту глюкозу. Человек много пьёт и много писает для того, чтобы хоть чуточку избавиться от этой избыточной глюкозы. И вы знаете, не зря назван сахарный диабет. То есть сахарное изнурение. Такое сладкое изнурение. Потому что врачи древности, они пробовали мочу на вкус и чувствовали, какая она сладкая. В переводе сахарный диабет – это сладкое изнурение. Изнурение – это частая мочеиспускание. И что происходит с клеткой? Она гибнет. Она не может синтезировать белок, жиры. Она из жиров пытается синтезировать глюкозу. И экологическая, и гуманитарная катастрофа. Нам нужно помочь ей очень быстро. Почему? Потому что очень и очень серьёзное осложнение. Которых я уже сказала. Первое осложнение – это ангиопатии. Макро- и микроангиопатии. Представьте себе, что количество инфарктов возрастает от 3 до 5 раз. То есть больной с сахарным диабетом в 3-5 раз чаще страдает инфарктом миокарда. Если вовремя не снизить уровень глюкозы и не полечить сосудики. Наши препараты, тот же Веномакс, о котором вы упомянули, и Веномакс Аксиома, с этим справляются на ура. Не надо пить горстями. Я всегда подчёркиваю, одна капсула заменяет горсть таблеток. И укрепляется стенка сосуда. Сосуд становится эластичным. Он очищается от того наслоения глюкозы, которая на внутренней стенке, на интиме откладывалась годами. И восстанавливается сам Веномакс, восстанавливает уровень глюкозы крови. И реологию крови возвращает, то есть кровь текучей становится. Не образуются тромбы, не образуются атеросклеротические бляшки. Даже если они присутствуют, то, знаете, идёт шлифовка такая, шлифовка атеросклеротической бляшки. И съедается на вот фермент, который присутствует в каждом препарате, он буквально съедает тромб. Съедает тромб. Не образуются монетные столбики из тромбоцитов, эритроцитов и так далее. То есть препятствует тромбообразованию. Это всё в одной капсуле, что самое интересное. Чтобы телезритель понимал, что не нужно пить горстями. Очень важно понимать ещё очень важное осложнение сахарного диабета. Это так как поражаются сосуды, то поражаются и сосуды глазного дна, сосуды сетчатки. Диабетическая прогрессирующая ретинопатия. Какие-то поля отдельные, поля зрения выпадают, а потом это всливается. И человек практически становится слепым. И очень важно восстановить уровень глюкозы. И очень важно восстановить сосудистое русло, восстановить сосудики. Тут же поражение идёт и почек. Поражение почек настолько мощное, что пять степеней, вот пять степеней тяжести. Не надо ждать пятой стадии поражения, не стоит ожидать. А нужно бежать, нужно бежать и восстанавливать. Тем более ваши подходы очень отличаются от подходов другой современной медицины. Абсолютно. Ваши даже более современные. А вот чем он отличается от всех остальных? Ну вот восстановительная медицина. Мы восстанавливаем клетку, мы восстанавливаем уровень глюкозы. Из причин сахарного диабета у каждого второго-третьего это хронический панкреатит. У больного с сахарным диабетом ещё и дополнительно хронический панкреатит. Нужно восстановить структуру, структуру поджелудочной железы. Кто восстановит структуру? Мы вовлекаем наши препараты Дианэкарма и другие препараты. Это, по сути дела, молекулы СОС. Они зовут на помощь молодую клеточку, резервную клеточку, которая приходит и обновляет на смену погибшей клетке поджелудочной железы. Придёт обязательно молодая клетка. И надо подчеркнуть, что сахарный диабет второго типа – это не только структура поджелудочной железы. Это, скорее всего, для сахарного диабета первого типа характерно. Это ещё структура и печени. И я хочу подчеркнуть, есть такое понятие, как метаболический синдром, который включает в себя это поражение и печени, и поджелудочной железы. Это высокий уровень глюкозы и нарушение обмена жиров, нарушение поражения сосудов и сердца. Это всё метаболический синдром. Когда очень высокий уровень холестерина, очень высокий уровень глюкозы крови, когда разрушается печень и когда разрушается поджелудочная железа. Как это происходит? Очень высокий уровень глюкозы. И организм пытается что-то с этим сделать. Сколько можно было депонировать глюкозы? Он депонировал в печени, превращая в гликоген. Если запредельное количество глюкозы, то глюкоза превращается в жир. И у нас есть так называемые звёздочные клеточки в печени. Они запускают процесс фиброзообразования. То есть соединительная ткань заменяет живую клетку печени. То есть и фиброз, и стеатоз, и стеатогепатит. То есть жир не просто откладывается, а жир подвергается в печени воздействию свободных радикалов. И происходит перекисное искисление липидов. То есть идёт разрушение этого жира, разрушение клеток. Чем это грозит? Очень сильное разрушающее действие свободных радикалов приводит к циррозу печени. Итак, сахарный диабет тире цирроз печени, если не лечить. То же самое приблизительно происходит и с поджелудочной железой. Она тоже перерождается, она заменяется. Живые клетки поджелудочной железы заменяются на жировую ткань. И это всё надо остановить. Жир, настолько много его, что он током крови разбрасывается по всем органам и тканям. Он откладывается в сосудах. Очень выраженный атеросклероз прогрессирует просто семимильными шагами. И ранняя деменция, и раннее старение. Падает память, внимание, запоминание. Человек часто диагноз дисциркуляторная энцефалопатия 2-3, 3-й стадии. И что нужно сделать? Нужно остановить этот процесс. То есть ранний атеросклероз. Ранний атеросклероз и сосудов головного мозга. Чем это грозит? Это грозит инсультами. В 2-5 раз чаще инсульты происходят у больных с сахарным диабетом. Это очень тяжёлое осложнение. И если говорить ещё о сосудах, это, безусловно, поражение и сосудов нижней конечности. Это всё происходит параллельно. Открываются трофические язвы, которые очень тяжело лечатся. Они практически нежизаживающие. Они годами болеют люди. Это невыносимые боли. Боли в ночное время, в дневное время. Человек не может эту ножку определить. Он не понимает, в какое положение её положить, чтобы прекратилась эта жутчайшая боль. Ой, такие ужасы. А как хочется быть и здоровыми, и молодыми, и красивыми. Вот хочется в преддверии 8 марта всё-таки представить, чем можно себя порадовать, если вы здоровы, но всё равно хотите быть моложе. Я думаю, что очень много таких людей у нас, тем более в Одессе. Давайте представим новинку, которая стоит у нас здесь на столе и просто манит. Да, я понимаю, что, наверное, очень мало времени уже осталось до конца передачи. И мне бы хотелось поздравить всех милых дам, всех одесситок. Одесситки всегда отличались удивительной красотой, обаянием. Ну, просто я всегда говорю, умницы и красавицы. Наша косметика создавалась под лозунгом «Мечта каждой женщины – быть женщиной мечты». И чтобы вы стали женщиной мечты, можно использовать наш потрясающий гель-масочку, которую можно накладывать даже на несколько часов. Она так и называется «разгладь меня», «разгладь морщины». Если вы накладываете лицо… Ну, представьте себе, гиалуроновая кислота, это маска гиалуроновой кислоты, ведёт в клетку, внутрь клетки, благодаря высочайшим технологиям, одна молекула гиалуроновой кислоты ведёт за собой тысячи молекул воды. И утром мы встали, и мы себя не узнали. Да, собственно, через несколько часов после употребления этой масочки. И овал лица восстановился, морщинки ушли мимические. Наши щёчки просто как налитые яблочки. Милые мужчины и женщины, особенно к мужчинам обращаюсь, приходите. Подарки даем, дайте. Приходите. Ваша дама сердца очень будет благодарна вам за такой подарок. Вы знаете, те, кто использует нашу косметику, абсолютно натуральную, абсолютно очень приятную в обращении, очень легко, она гипоаллергенна, она не вызывает никаких реакций и так далее, и так далее. Она никогда не уходит от… То есть, используя один раз, женщина всегда захочет вернуться, вернуться. И у нас целая косметическая линия. Можно перейти и познакомиться, милости просим, на Семинарскую 12. Это рядом со стадионом СКА в районе Политеха. Вот где можно найти свою красоту. А также вы можете, дорогие телезрители, позвонить по телефонам нашей гости прямо вот буквально после нашего эфира 093-032-92-33 и 067-488-64-18. Ну нельзя же отказывать себе в такой красоте, в конце концов. Ну и, конечно же, хочется ещё напоследок всех поздравить с праздником. И, вернувшись ненадолго ещё к нашей вот очень сложной и страшной теме, которую мы сегодня обсуждали вот о сахарном диабете, всё-таки вот самый главный вопрос – это пожизненный приговор или нет? Ну, если вы используете препараты линейки ДНР, конечно, это не приговор. И вы знаете, я говорю, если мы количество инсулина уменьшили, так сказать, который подкалывает больной, если ушли все осложнения сахарного диабета, сосудистые, трофические язвы, мы восстановили структуру печени и почек, мы восстановили структуру головного мозга. Даже так возможно. Я ещё раз, ещё раз подчёркиваю, ДНР всё-таки это медицина 22 века. То, что было вчера невозможно, сегодня становится возможным. И, милости просим, можно прийти и убедиться в этом. И там, где диабетическая стопа, там, где поражение суставов, там, где поражение зрительного нерва даже, там, где сосуды глазного дна страдают и почки, милости просим, препараты наши действительно удивительные. Я за 26 лет работы никогда не встречалась с подобными результатами. И главное, у нас, знаете, настолько открытые люди, настолько приятные, они всегда оставляют свои телефоны, адреса, они оставляют анализы. Можно прийти, посмотреть, это всегда у нас на самом видном месте в центре. И можно посмотреть анализы до, по сахарному диабету и после. И самое главное, вы знаете, да, женщина звонила, и она сказала, что в течение одного месяца у неё снизится сахар. Но даже если у вас в течение двух-трёх месяцев снизится сахар крови, восстановится, это всегда очень и очень хорошо. Другое качество жизни – энергия, лёгкость. Вы знаете, я вообще очень благодарна Господу Богу, что я в своё время, 6,5 лет назад, ну вот Господь мне привёл к этим препаратам, и я с таким удовольствием хожу на работу. И моя мечта осуществилась – оказывать не просто временное какое-то снятие симптома, а наши препараты, я подчеркну, работают на уровне причины заболевания. Восстановление структуры поджелудочной железы, восстановление иммунитета даже при сахарном диабете первого типа, когда разрушаются бета-клетки островков Лангенгарса, которые продуцируют инсулин, и, по сути дела, при сахарном диабете первого типа практически разрушена железа. И мне спрашивают, что будет. А возможно ли восстановление сахара при сахарном диабете первого типа? Возможно, если есть хоть немного клеток живых, которые можно размножить и их количество увеличить, умножить и, так сказать, возвратить функцию поджелудочной железы. Милости просим, не оттягивайте, не оттягивайте в долгий ящик, не откладывайте уже сейчас, уже сегодня. Пока это, как говорится, нам доступно, возможно и так далее, и так далее. И не запускать главное это все, не запускать. Да, вы знаете, всегда лидера по жизни всегда отличает скорость принятия решения. И если вы чувствуете, что вы лидер по жизни, вы поставили перед собой задачу восстановить глюкозу крови, это возможно. Ищущему всегда открываются двери, стучащему тоже открываются. То есть, если есть желание быть здоровым, прожить жизнь без осложнений. Вы знаете, даже иногда человек так себе размышляет. Ну, можно подумать там, ну, буквально у меня там сахар 6 или 6,2 или 6,5. Ну, я пожилой человек, и мне, в общем-то, мне сказал кто-то там, что у меня достаточно, ну, для моего возраста неплохой. Все-таки есть какие-то определенные, определенные Всемирные организации здравоохранения цифры глюкозы крови. Это 3,3-5,5. Да, с возраста может быть до 6. Но никак не выше 6. И если уже выше 6, то надо обратить внимание, взор свой на то, как можно быстро восстановить. Не действительно, как вы говорите, не запуская, не усложняя потом себе жизнь, обратиться к нам в Центр ДНР. Мы работаем с 10 до 18, кроме воскресенья. Всегда рады вам помочь. Приходите. Милости просим. Спасибо вам большое. Ну, и мы вас тоже поздравляем от всего коллектива, от РК Академия. С праздником наступающим. И говорим спасибо нашей гостей. Сегодня у нас в гостях была Валентина Говорко, семейный врач, невролог и психотерапевт. А с вами я прощаюсь до следующих выпусков. Всего доброго. С вами была программа «Точка зрения».